Библейский портал экзегет.ру представляет Книга Бытия очень своеобразна и важна для нашего восприятия и мировоззрения. У псалмопевца Давида есть такие слова «Когда разрушены основания, что сделает праведник». Книга Бытия дает нам понимание о том, как произошел этот мир, откуда произошло зло. Книга Бытия дает нам цельное православное мировоззрение о том, как произошли, например, национальности, языки, как произошли религии мира. Поэтому, вычеркивая Книгу Бытия из своего мировоззрения, нам сложно будет понять многие процессы и многие события, которые происходят в Священном Писании, описываются в нем. И в этом смысле, снова и снова вспоминая слова псалмопевца Давида, «Когда разрушены основания, что сделает праведник», то есть невозможно говорить о правде Божией без цельного православного мировоззрения тех очень важных, существенных событий, о которых я рассказал, уже сказал во вступлении. Это как произошел этот мир, откуда в этом мире появилось зло, как произошли национальности, что делать человеку, чтобы выйти от того состояния, в котором он оказался. И в этом смысле, для того, чтобы православие не стало некой такой только моральной или нравственной составляющей человеческой жизни, необходимо увидеть, что мешает восприятию вот этого важного понимания этих важных мировоззренческих понятий. На мой взгляд, очень серьезные препятствия для восприятия того, что Бог является творцом и промыслителем этого мира, является такая секулярная философия, которая своим постулатом заявляет следующее, что якобы наука доказала, что Бога нет. Люди в это уверовали, но никто никогда не проверял, так ли это на самом деле. У французского энциклопедиста Дидро есть такое высказывание. Он пишет так. «Помни неизменно. Природа не Бог, человек не машина, теория не факт». Мы видим, что этот французский энциклопедист говорит, что теория не факт, природа не Бог и человек не машина. Здесь он как бы говорит о том, что минус все пантеистические религии, то есть которые обожествляют природу и то, к чему человек стремится в своей жизни соединиться с природой, слиться с ней. Он говорит о том, что человек это не машина, что у человека есть и живая душа, здесь минус, скажем так, немецкая философия этого направления. И говорит о том, что теория не факт, здесь минус эволюция и все, что сегодня так или иначе преподается в наших начальных школах и прививается, к сожалению, нашим детям. Это такая, можно сказать, вера в то, что якобы наука доказала, что Бога нет. Посмотрим, так ли это на самом деле, и прежде чем начинать беседу на книге «Бытия», сделаем некое такое введение для того, чтобы, снова и снова повторю, не было препятствия для восприятия божественного откровения, а именно эта теория влияет так или иначе на воспрепятствие того, что Бог творец и промыслитель мира. Я не случайно это повторяю несколько раз, для того, чтобы нам с вами было понятно, о чем будет сейчас идти речь. Итак, наука доказала, что якобы Бога нет. Действительно ли доказывала наука? Действительно отрекалась ли наука от Бога? Для этого нам необходимо прибегнуть к высказываниям некоторых ученых. Ну, например, если я специалист в области православного богословия, то по поводу того, как мне отремонтировать, например, автомобиль, или как, скажем там, приготовить что-то съедобное, я всегда обращаюсь к специалистам, к съедобным, к кулинарам, к что-то, касающееся техники, к специалистам в этой области. И поэтому здесь очень важно обратиться действительно к специалистам, те, которые имена нам известны, то есть к людям науки, к мужам-ученым. Итак, если, например, возьмем такого ученого, как Альберта Эйнштейна, навряд ли кто-то будет спорить с этим выдающимся, это, в общем, ученым своей области, области физики, математики, ядерной энергии. Он говорил так на научно-богословской конференции в Штутгарде в 1948 году. У него есть, да, вот сейчас такие слова. Он говорит, кто читал мои научные открытия и из них понял, что я атеист, могу сказать прямо, мои научные открытия поняты неправильны. В этом мире сложности, причины и следствий невозможно сказать, что он произошел случайно. Поэтому, продолжает он, читая мои работы, если кто-то подумал обо мне, что я атеист, хочу сказать прямо, мои работы поняты неправильно. Поэтому дальше продолжает, это из его доклада. Он говорит, некоторые люди сетуют, почему Бог допустил столько зла в этом мире. И он отвечает на свой вопрос. Он говорит, да, допустил, но каждому человеку дал свободу выбора между добром и злом. Поэтому, примерно так, вот почти дословно из его доклада, в принципе, это все есть, можно посмотреть и проверить. Но, если, например, говорить о нашем русском ученом Михаиле Ломоносове. Михаил Ломоносов был не только ученым, как мы знаем, но он был и писателем, и поэтом. Ну, то, что касается его ученых, высказывания как ученого по поводу науки, то есть такое, сказано достаточно известное, он говорил так, что Бог дал нам две книги. Первая книга — это мир внешний, который изучаем мы, и законы его удивляемся тому автору с большой буквы, кто создал этот мир. А второй мир — это божественное откровение, священное писание, читая которое, говорил он, мы постигаем глубины Божьи. Далее очень интересное у него есть высказывание по этому поводу, он пишет так. «Безумен, — говорит, — всякий математик, который волю Божию хочет вымереть циркулем. Точно так же, — говорит он, — безумен, — всякий учитель богословия, который по псалтири хочет изучать точные науки». Все верно. То есть разные методы. Верой мы постигаем глубины Божьи, наукой мы изучаем тот тварный мир, который наблюдаем и который изучают и исследуют ученые. Поэтому, да, я сказал, что Ломоносов был не только ученым, но он был и поэтом. У него есть, например, такие стихи. Он как бы предвидел, что люди будут ссылаться на него как атеиста, и что якобы религия мешала ему делать научные открытия. И как бы таким посылом в будущее он написал следующее. «Услыши, Господи, мой глаз, когда к Тебе взываю, и сохрани на всякий час, к Тебе я прибегаю. Меня всей жизни не отдай душам людей безбожных, Твоей десницей покрывай от клеветаний ложных». Удивительное стихотворение. Он говорит, «Меня всей жизни не отдай душам людей безбожных. Услыши, Господи, мой глаз, когда в себе взываю, и сохрани на всякий час к Тебе я прибегаю». Такие удивительные. Это не одно единственное у него стихотворение. Есть еще множество там. «Увы, что божество в пределах честных чтите, вперите мысль, чему святитель сей учил». То есть он говорит и заканчивает там целая небольшая поэма. И он ее так заканчивает, что «И с матерью своей вы с церковью примиритесь», то есть что вы божество в пределах честных чтите. Действительно, если взять, например, многих наших ученых, и нельзя не сказать ничего о известном ученом и хирурге, святителе Луке, воине Ясенецком, святителе Крымском, который, как известно многим из нас, делал такие блестящие операции. И когда он попросил, чтобы его отправили на фронт, то несколько раз ему не давал тогда Сталин такого соглашения, но в конце, в конечном итоге, на очередное его прошение он отправил на фронт, он делал великолепные операции, и вот он даже удостоился в то время, представьте себе, до советских времена, удостоился сталинской премии. И когда он пришел за ней, то ему такие вот идеологи атеизма сказали, ну что вы, переоделись бы там, что вы тут в рясе, потом начали подхихикивать над ним и говорить, ну что вы там, когда грудную клетку-то разрезали, операцию делали, видели там душу? Мы знаем, что атеисты из кулярной философии не верят в бессмертии души. И тогда Лука Крымский отвечал так, я делал операции не только на грудную клетку, но и череп мозговый, но ума там тоже не встречал. То есть такое понятие, что якобы, что ум это только... Душа это какая-то нервная система, а ум это только мозг, они не противоречат всякой такой обычной, такой естественной критике. Итак, много можно и у Сака Ньютона есть, и у других ученых подобные высказывания о том, что Бог есть и что этот мир сотворен Богом, и что Бог творец и промыслитель мира. Также есть и научные, например, изыскания и научные открытия, которые противоречат этой концепции о том, что мир произошел случайно. Вот почему для нас это так важно? Многие люди говорят, ну какая разница, как произошел этот мир, лишь бы человек был хороший. Нет, скажу, что теория эволюции с ее случайностью происхождения мира очень сильно влияет на нравственную составляющую человека. Ну смотрите, если есть такая заповедь «возлюби ближнего твоего как самого себя», то согласно теории эволюции, которая говорит о том, что выживает сильнейший, как она будет звучать? Будет звучать так. Раздави ближнего, иначе ближний раздавит тебя. То есть по теории эволюции я должен раздавить, я должен притеснить для того, чтобы выжить, ибо выживает сильнейший вид. То есть мы видим, что это накладывает нравственный отпечаток на сознание человека. Другое, я произошел случайно. Если человек произошел случайно, смысл в жизни совершенно непонятен. То есть пришел ниоткуда, уйду в никуда, о, жизнь зачем ты мне дана? И действительно здесь в порыве такого пессимизма великий поэт Пушкин так и восклицает, на что ему, как мы помним, Филарет Дроздов отвечает. «Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога мне дана». Действительно, если человек верит, что я пришел ниоткуда, уйду в никуда, я уже об этом говорил, снова повторю, какой тогда смысл жизни? Ну тогда смысл такой, бери от жизни все, не дай себе засохнуть. То есть необходимо взять, урвать, схватить, чтобы вот нажиться, насладиться, а всем одна сыра земля, все уйдут, там всех похоронят, лопух на могиле вырастет, этим все закончится. Такое представление о жизни приводит человеку к глубокому пессимизму, либо к хищническому отношению по отношению друг к другу и по отношению к природе и вообще всему окружающему. Не надо удивляться поэтому и той, в общем-то, с черствости и сухости и тому отношению к окружающему миру, которое сегодня есть у человека. Урвать, сорвать, насладиться, насытиться, а после нас, говорят, хоть потоп, гори все синим пламенем. Поэтому мы видим, что как важно, прежде чем приступить к книге бытия, действительно важно понять, что наука никогда не доказывала того, что Бога нет. Это скорее хорошо проплаченный идеологический заказ. В нашей стране это 1917 года, потому что когда людям сказали о том, что Бога нет, нужно было ответить, а что же тогда есть и откуда тогда все произошло. Ну, сказали, что ты продукт случайностей и столкновений. Поэтому так и живи по этому принципу. Может, там где-нибудь что-нибудь случится, и, может быть, там с кем-нибудь столкнусь, и все как-то у меня наладится. Итак, вся теория эволюции, она упирается на том, и говорит о том, что нашей планете 4,5 миллиарда лет, а всей Вселенной 45 миллиардов лет. Ну, то есть здесь поделили, так запятую поставили. Даже странное такое предположение, которое никто никогда проверить не может. Согласно библейской хронологии, нашей Земле и существования человека на Земле, от сотворения мира 7527 год. Поэтому теория эволюции, она всегда, когда спрашивают, откуда что произошло, отсылает туда, в те смутные и давние времена, что проверить, в общем-то, никто не может. Люди некоторые возражают. О чем вы говорите? А как же датировки? А как же лабораторные исследования? Давайте посмотрим, что такое датировка, например. Я тут разговаривал недавно с ученым, он кандидат химических наук, и спросил у него, а вот как датируется? Он мне начал рассказывать о уране, известно, как датировка идет этими реактивами, о углероде 14. Но в конечном итоге, в долгом достаточно разговоре, мы с ним часа три, наверное, сидели, он сказал, что период распада берется в зависимости от того, как человек верит. То есть период распада можно взять за один год, период распада, когда мы наблюдаем, и сказать, что вот это было в течение одного года. Можно сказать, в течение десяти лет, можно сказать, в течение миллиона лет, можно сказать, в течение миллиарда лет. То есть определенный какой-то распад, то есть химический процесс, сколько он днится, кто это определяет? Может ли ученый перенестись туда, Да, в то время, когда творился мир, как в книге Иова он восклицает, где ты был человек, и псалмопевец Давид говорит, когда Бог творил этот мир, перенести невозможно. Поэтому, когда нам говорят о том, что наука доказала, что якобы Бога нет, нужно всегда спросить и задать такой вопрос, где доказывала эта наука, кто эти были ученые, которые проводили эти исследования, где эти лабораторные исследования и описание их, что вот как-то там доказали, что жизнь произошла случайно и Бога нет, нет таких научных подтверждений, нет лабораторных исследований, значит, это не наука. Это, ну, в лучшем случае гипотеза, а в худшем случае это просто миф, то есть который был внедрен в человеческое сознание, в который тезис, в который люди так или иначе уверовали. Поэтому, если рассмотреть, ну, о том, что, доказательства о том, что наша Земля молода, то есть несколько, опять же, я повторюсь, что я не специалист в этой области и предпочитаю обращаться к ученым. Вот, например, ученые, это можно найти сегодня, для нас это несложно, на просторах интернета, и с ссылками, и найти не просто там то, что называется фейком, а действительно найти ссылку, где об этом точно сказано. Ну, например, есть такой факт, как движение материков. Когда мы будем с вами исследовать книгу Бытия, то мы увидим, что об этом факте сказано в Священном Писании, начиная с шестой главы. Когда был всемирный потоп, то Господь по своей воле сдвинул ось Земли, и она стала 23,5% по отношению, градусу по отношению Солнцу. Поэтому есть такое, когда начался потоп, то началось и движение материков. И вот ученые, это уже не библейский факт, который наблюдают ученые, они говорят о том, что есть скорость движения этих материков. И если мы действительно с вами геометрически представим развернутым в виде нас земной шар, то мы увидим, что геометрически вот здесь вот Северная Америка, здесь Южная, здесь Африка, все это соединить что-то подтопило. Вот в Атлантическом океане есть Великий Разлом, тоже известно, его видно, что он по очертаниям, в общем-то, совпадает. И если это все взять и соединить, то геометрически вполне даже, да, есть это совпадение. И вот ученые, они уже более 150 лет наблюдают за движением материков и говорят, что есть скорость. И если рассуждать о том, что нашей планете Земля 4,5 млн лет, то мы должны наблюдать более серьезные катастрофы и столкновения, еще какие-то. Но они говорят, что есть только вот это отдаление. Другой факт, например, удаление Луны от Земли, единственного спутника. Ученые тоже говорят о том, что есть скорость удаления Луны от Земли. И они говорят, если 4,5 млрд лет, то не удержит никакой критики. Мы решились давно единственного спутника Земли. А многие говорят, а может быть, скорость как-то менялась. Но я хочу напомнить, что теория эволюции утверждает именно теорию униформизма. То есть, что все движется статично, никаких таких резких перемен нет. Согласно этой теории, если ее как-то придержатся, о чем говорят люди, что все движется достаточно равномерно, без каких-либо резких скачков. Есть еще удивительный такой факт, что есть скорость движения, скорость нашей Земли, ее вращение вокруг своей оси. Она составляет примерно порядка, там, около тысячи километров в час. Сейчас вот точно не могу сказать, но где-то так, плюс-минус. Тысяча километров в час. И ученые говорят о том, что скорость Земли, она подтормаживает. То есть, она не постоянно, она как каждый год на какую-то 0,01 километра в час. И они посчитали, если нашей Земле 4,5 миллиарда, то какова должна быть скорость вращения Земли, если она падает каждый год и уменьшается. Они тогда пришли к выводу, что примерно около 6 тысяч километров в час. И вот когда я бываю в студенческих аудиториях или в школьных, то у меня спрашивают, а куда делись динозавры? Ну, ответ простой. Динозавры погибли после потопа в связи с изменением климата. Ну, а если согласно этой теории, что вращение нашей Земли было 6 тысяч километров в час, то как самые тяжелые, они просто вылетели с Земли. Ну, это, конечно, шутка. Но, тем не менее, по научной такой теории, теории карусели, то есть все тяжелое, по теории центробежности, все тяжелое вылетает. Есть еще и другие факты. Например, да, ну, для нас очень важно, как мы услышим, или английский писатель, или американские исследователи, то у людей вера сразу возрастает, и слух обостряется. Потому что наше сознание как-то сориентировано почему-то на именно все такое вот западное, и нам кажется, что вот там вот все точно и правильно, а у нас не совсем. Ну, это ложное представление, но, тем не менее, если хотите, пожалуйста. Американские исследователи, вернее, люди, которые занимаются и запускают спутники в области космоса этими исследованиями, то когда космонавты НАСА запускали свой спутник, да, на Луну, то они, на луноход, они предполагали, они придерживались теории эволюции, что наши планеты, вообще Вселенная с 450 миллиардов, и представьте себе, думали они, сколько там пыли накопилось на Луне, поэтому луноходу необходимо приделать зонтики. И они сделали зонты такие, чтобы он не утонул в космической пыли. Ну, что удивительно, когда луноход приземлился, то там обнаружили всего 5-6 сантиметров этой космической пыли, к чему они были очень удивлены, но это как-то долго не обсуждалось, потому что сам факт того, что там приземлился первый луноход, и что там вышел человек на поверхность, он затмил всю эту важность, это событие, которое подтверждает то, что наша Земля молода. Ну, например, еще, скажем, последнее исследование, которое удивительно, исследование в области человеческого ДНК. Есть такая ученая, биолог, доктор биологических наук Ребекка Канн. Она говорит о том, что человеку и человечеству не более 100 тысяч лет. И это заявление она сделала уже достаточно давно, еще в середине 80-х. Но ее открытие, действительно, открытие, исследование, которое не просто гипотеза, а подтверждается лабораторными данными. Труды, к сожалению, частично как-то переводятся на русский язык, но достаточно интересны. Целые сообщества уже созданы по всему миру. Они утверждают следующее, да, что есть исследование проводится в области митохондрии человеческого ДНК. И она говорит о том, что перехода от животного к человеку ДНК невозможны. Это совершенно другие строения. Никак там сколько миллиардов лет не происходило. Тем более, она говорит, что всего 100 тысяч лет. Никакие не 4,5 миллиарда. Это серьезная разница. Другие ученые и ее последователи говорят, что 50 тысяч лет. Другие говорят 20 тысяч лет человеческому ДНК. То есть они утверждают, что есть резерв жизни человеческого ДНК. То есть она не может жить такой долгий период, о чем говорят эволюционисты. И в этом смысле есть даже уже целый такой научный термин, как митохондриальная Ева. Что это такое? Да, вот тоже снова повторю, что всегда я не специалист в этой области. Я обращаюсь к ученым, а доктор биологических наук для меня, в общем-то, авторитет. Поэтому она говорит о том, что все люди произошли от одной пары людей. И доказывает это. Я опять скажу, что не очень с мыслью в научных схемах и формулах. Но, тем не менее, вывод такой есть. И поэтому на основании этих исследований можно сделать следующее такое достаточно весомое утверждение о том, что наука не доказывала, что якобы нашей Земле 4,5 миллиарда лет. Это, скорее всего, очередной такой вброс, очередная пыль в глаза для того, чтобы отвратить человека от цельного мировоззрения. То, что я не просто образ и подобие случайных каких-то взаимодействий атмов и молекул. Я не просто произошел откуда-то случайно и неизвестно, чем моя жизнь закончится. А Священное Писание дает нам цельную картину. Она говорит о том, что человек — это образ и подобие Божие. Священное Писание рассказывает нам, откуда появилось зло. Священное Писание и Отцы Церкви в своем истолковании Писания говорят о том, как нам преодолеть это зло, какие есть упражнения, то есть аскетизм, как человеку соединиться с Богом, от чего он отпал. То есть такая цельная картина, которая излагается в Священном Писании. Поэтому еще раз хочу сказать, прежде чем доверять вот так вот огульно, что якобы наука доказала, что Бога нет, спросите, уточните, где, когда, какие ученые, какие лаборатории, какие степени были ученые, ученых. А то вот так вот наука доказала, что наука — это какая-то отдельная субстанция, она ходит как-то по миру и доказывает, что Бога нет. Странное заявление даже по своему фонетическому звучанию, очень такое огульное и какое-то скорее далеко не научное. Итак, можно много чего говорить по этому поводу, ну, например, об ущербности атеистического сознания. Я тут вспоминаю совсем недавно, семинаристы мне рассказали, что атеист, он настолько действительно примитивен в своем восприятии мира, что только то, что видит, то ему кажется и правильно, а то, что вот не вижу, того и нет. Вообще само по себе вот это заявление, если я не вижу Бога, то значит его и нет. Священное Писание сказано о том в Нагорной проповеди, что «блажены чисты сердцем, ибо они Бога узрят». Здесь нужен другой микроскоп, не технический, а чистота человеческого сердца для того, чтобы увидеть Бога. И вот то, что мне рассказали, как один священник ехал со своей матушкой и множество детей на автомобиле, и вдруг у них бензин кончается, и тут об ущербности секулярного сознания, и метров 300 буквально до колонки, и матушка говорит, ну, возьми канистру старшего сына, сходите, заправимся, доедем до бензозаправки. И тогда батюшка порылся в багажнике, ничего там не нашел, канистр нет, кроме горшка. Вот берет этот горшок, деваться некуда, единственный сосуд, который можно наполнить горючей смесью, и подходит на заправку, заправляется, приходит к машине, вставляет воронку, заливает бензин, а мимо проезжает атеист, и с удивлением, опуская стеклоподъемник, говорит, смотрит на батюшка, говорит, я, говорит, никогда не разделял ваших убеждений, но всегда поражался вашей вере. То есть, действительно, он не может предположить, что вот здесь может быть какое-то другое содержимое, в том, что... И не может даже предположить, в общем-то, о том, о чем... Есть такая метафора, что очевидное и невероятное для него, это действительно оно не может быть вероятным. В этом смысле можно много говорить на эту тему, но наша с вами такая вот задача и цель понять, что тот вброс, который был информационно сделан, и в который тезис, в который люди уверовали, что якобы наука доказала, что Бога нет, это не что иное, как, снова-снова скажу, как хорошо проплаченный идеологический заказ атеистического мировоззрения. Здесь, скорее, хорошо потрудились идеологи, а не ученые. И как мы видели из нашей такой краткой беседы этого обзора, правда ли наука доказала, что Бога нет, что это всего лишь навсего выдумки, мифы, но в лучшем случае гипотезы, в которые уверовали люди. И далее мы с вами в следующей беседе рассмотрим действительно о том, как Бог творил этот мир. Рассмотрим всю красоту и гармонию сотворения этого мира, дабы нам не уподобиться этим людям, которым псалмопевец Давид ставит некий диагноз в своем 13-м псалме, он говорит, безумен человек, который сказал, нет Бога, развратились они и совершили гнусные дела. Поэтому, чтобы нам не уподобиться человеком гнусным и человеком развращенным, необходимо помнить, что Бог есть творец и промыслитель этого мира. Субтитры создавал DimaTorzok